После окончания Холодной войны было такое видение «Europe Hall and Free and Peace» – «Единая мирная Европа». И для этого необходимо было, чтобы новые государства, которые возникли после развала Советского Союза, чтобы были частью системы европейской безопасности архитектуры. И этот процесс привел балтийских государств, западноевропейских государств к членству НАТО. К сожалению, этот процесс в 2008 году остановился у наших тверей, и сейчас идет как раз работа о формах нашего членства в НАТО, так, чтобы вот эта проблема оккупации нашей территории не стала помехой. Самый такой эффективный вариант, который имеет и прецедент уже в истории НАТО, это вступление Грузии в НАТО как целого государства в юридическом плане, с территориальной целостностью, в тех границах, в которых нас признает все мировое сообщество. Но не применять пункт пятый соглашение НАТО для тех территорий, которые временно оккупированы Россией. Это так называемый пункт мушкетеров. Один из всех, все за одного. Угроза против одного государства рассматривается как угроза против всех натовских государств, и НАТО имеет право применять силу, чтобы защитить. Существует в истории НАТО, когда Германия, которая была разделена на две части, вступила в НАТО, Западная Германия стала частью НАТО, получила все гарантии безопасности, но не пыталась и декларировала, что сила не будет восстанавливать свою территорию. И когда наступил момент, Германия объединилась, и потом уже в целом состоянии стала уже общегосударственным членом организации НАТО. Грузия не отказывается от своих территорий, и ни один наш партнер не признает Грузию без этих территорий. Да, Россия будет рассматривать их как буферной зоной, но для Грузии они будут все время рассматриваться как части грузинского государства, временно оккупированные Россией, но мы будем становиться более привлекательными, в том числе и для них, чтобы они увидели свою роль и свое будущее в составе грузинского государства. Формула ускоренного вступления Грузии в НАТО является сильной предпосылкой мира в регионе и недопущение дальнейших возобновлений военных действий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова